В Чехии отменили запрет на перемещение ФРГ и обратно. Теперь взрослым, прибывающим из Германии или других стран ЕС, требуется отрицательный ПЦР-тест. Это условие действует в том числе и для тех, кто вакцинирован от коронавируса. Только те, кто получил ревакцинацию, освобождаются от обязательного тестирования. Немецкий инфекционист Маттиас Плец считает, что в следующем году ожидается спад пандемии. По словам специалиста, коронавирус массово распространился потому, что у людей не было совершенно никакого иммунитета. Сейчас ситуация изменилась. Население планеты вакцинируется и даже приобретает гибридный иммунитет, который формируется после введения прививки и заражения омикроном. К другим новостям. Большинство немецких работодателей ожидают роста в 2022 году. Таковы данные опроса, проведенного Институтом немецкой экономики. Особенно оптимистично настроены компании в машиностроении, обработке стали и металлов. В перечень перспективных в новом году отраслей вошли также лизинговая ассоциация, информационная индустрия и строительство. В берлинском зоопарке умерла старейшая белая медведица по имени Катюша. Она много лет страдала от сердечного заболевания. По словам директора зоопарка Андреаса Кнерима, благодаря ежедневному приему медикаментов, Катюше удалось дожить до внушительного для своего вида возраста – 37 лет. В свой последний день рождения в ноябре она съела целый рыбный торт. Астрономы рассказали, какие небесные явления смогут увидеть жители Германии в ближайшие дни. В ночь на 4 января на небе достигнет пика активности звездопад Квадронтиды. Астрономы ожидают до 120 метеоров в час или одну-две падающих звезды в минуту. А в ночь на 1 января можно будет наблюдать затмение Марса Луной.